Номер 1349. Постройте графики прямой пропорциональности. Нам уже здесь говорят, что пропорциональность будет прямая везде. Итак, первый пример. y равняется 1,4x. Так, формула у нас есть. Строим таблицу x и y. Возьмем любые два значения x. Пусть будет 0. Пусть будет 2 возьмем, чтобы поточнее график начертить. Подставляю в эту формулу 0. 1,4 умножить на 0 будет 0. Подставляю в эту формулу 2. 1,4 умножить на 2 будет 2,8. Сделаю график. Начертил координатную плоскость. 0, 0. Здесь точка находится. 2 по x. Вот 2 по x. 2,8 по y. 2,8 это немножко меньше, чем 3. Значит, не доходя до тройки. Точку ставим. y равна 1,4x. Рассмотрим следующий пример. 8,8 и y равно минус 5 шестых x. Таблицу делаю. 2 любых или более значений. Так, предположим, x у нас будет равен здесь 0. 0 и x равен 6. Так, здесь распишу 0 умножить на минус 5 шестых. Если мы здесь подставим вместо x 0, получится 0. Подставляем сюда 6. Так, расписываю. Минус 5 шестых умножить. Вместо x пишу 6 первых сразу. Так, 6, 6 сокращается. Остается минус 5 первых. Или просто минус 5. Не забываем про этот минус. Минус 5. Такая вот обратная пропорциональность получилась у нас. Значит, мы это, по идее, не строим. У нас в условии только прямой пропорциональности график нужно построить. Здесь получилась обратная пропорциональность. Поэтому можно этот пример 8 не решать. Но я все равно покажу вам, как это строится. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. 0, 0, 6, минус 5, 6, минус 5. Игрек равно минус 5 шестых икс. Но так как у нас здесь идет обратная пропорциональность с увеличением x уменьшается y, то по условии и задачи этот график нам строить не нужно. Если вы его дома построите, то хуже от этого не будет. Вот так вот. Продолжение следует...